Добрый день! А был «Аутотранс»? Проверили простонники Гомельского областного объединения профсоюзов. Объектом пильной уваги стал автобусный парк номер 6. От того, как им запеспечена охова праца, залежит життё и беспека не только водителям, а и пассажиров. Сегодня тут працуя больше за тысячу человек. А кроме того, автобусный парк охопливает 40% от усяго пассажира по току города. Простонники Гомельского областного объединения профсоюзов ознайомились с организацией бытовых умов и пытаниями на ушании персоналу. К великому сожалению, показатели не в нашу пользу. Исходя из этого, наверное, настало время предметного жёсткого разговора и ответа на конкретные вопросы. Почему? И всё ли мы сделали для того, чтобы создать нормальные условия для труда людям и одновременно спросить всех, кто должен это делать. У минулом годе у автобусного парка номер 6 отбылся один смиротный выпадок. После этого на предприемстве была переглежена нормативная база по хове працы и унесены новые потребования. У этом году выпадка у травматизма зафиксовано не было. Прозывники Гомельской области накироваются на прохожении терминовой военной службы во Узбройной силы Республики Беларуси и иншие войсковые формирования. До 27 листопада армейские роды пополняют около 2000 новобранцев, 300 из которых будут проходить службы в резерве. Наш корреспондент Дмитрий Котов сустраился с призывниками. Построение на пляце областного сборного пункта. Этот ритуал ждёт призывников каждый день на протягу всей службы. Будучи оборонцам, айчины нагадывают быть отказными и дисциплинованными подчас проходжения службы. В разные кутки краины отправятся около 2000 новобранцев, выучать войсковое мастерство, а они будут у силах специальных операций, инженерных, пограничных и внутренних войсках, частях сувязи. До речи, при проходжении призывной комиссии уличывались пожадания призывников. Меня забирают служить в 5-й отдельную бригаду специального назначения города Марина Горка. Я очень рад, что попал в эту часть. Я готовился к ней и физически, и морально подготовился, чтобы туда пойти. Головное при размерковании призывников – стан здоровья. Колесный уют – навод незначное отхиление от нормы, то про службу у элитных войсках можно и не марить. Все ребята, которые идут сейчас в армию, признаны годными, с разной степенью ограничения. Есть здоровые без ограничений, есть отобранные соответственно в разные войска, соответственно, постановлению совместному Министерству здравоохранения и Министерству обороны. Поэтому состояние здоровья на данный момент соответствует обследованиям, проведенным на уровне районных и городского военкомата. А лишь и шматых, кто отрымливает терминовки. Таких амаль тысячи человек. До того ж у Вочинский призыв 2,5 тысячам человек выданы военные билеты, и они признаны непригодными до службы у армии. Однако и у некоторых призывников, которые по выниках медицинского гляда отрымали становочное заключение, иснуют проблемы с физичной подрыхтовкой. Те ребята, которые идут в силы специальных операций, их отбирают представители данных бригад, с физической подготовкой у них все нормально. По-другим бы я не сказал. Есть проблемы, есть над чем ребятам заниматься. Да, не всегда надо сидеть за компьютером, экраном компьютера, надо заниматься собой, заниматься физической подготовкой. Для каждого из призывников солдатские будни махшимой зарабить значный крок на перед. Служба у армии – это великая школа, где набываются навыки для дальнейшего самостойного життя. А солдатское сябровство – самое мощное, якое застается назавжды. Полтора года службы пройдет незаважно, и эти ребята вернутся до дому, до своих родных и сябров. Хочу попросить уважаемых офицеров, пускай простят нам нашу тревогу, так как мы отправляем своих дорогих и любимых сыновей. И это наша гордость и надежда в будущем. Дмитрий Котов, Валерия Гопанько, отель радиокомпания «Гомель». Кожную осенью в Гомельском регионе назирается рост крадежоу сдачных участков громадян. Не став выключением и гэты год. Зверо сня уже зарегистровано коля 50 таких злашинствов. Причиной большинства из них стала бесклопотность господара «Удаш». У профилактичных метах супрационники милиции наведали один из дашных кооперативов Гомельского района. Подробязности в наступном сюжете. Садоводшее товариство «Тубус» находится побочь за областным центром. Дачный поселок начал будоваться еще в середине 80-х. Об мерах безопасности тогда задумывались мало. Тем часом с годами актуальность проблемы росла. Некольких годов тому за свои гроши члены кооператива обнесли периметр огороджей. Зараз так просто у поселок не зайти. Проголосовали за то, чтобы периметр закрыть, закрыть на замке, на ключи ворота, раздать вот так, как и получилось. Вот как видите, у нас все это закрывается. Трое ворот, три выхода и все из замка. Люди сейчас, которые тут живут, настолько сейчас к этому относятся как бы добросовестно. За пошние пять годов тут не было ни водного крадежа. У агульным «Тубус» можно лишить становшим прикладом. Хоть и без недохопов не обышлось. На некоторых участках, фактично, в вольном доступе находится майомость, якая може притягнуть злочинцев. До речи, гэта самая распаусюдженная помылка дачников. Бо усе, что застаётся на участках – потенцийная сдабыча злодиев. Особливо у поселках, які знаходятся далеко от населенных пунктов, где люди живут постоянно. На безлюдных дачах крадуть усе. Проникают в дачные участки, в дачные домики, которые не оборудованы на окнах решётками, не укреплены двери, протворуют металл, продукты питания. Одежду воруют тоже. Были такие случаи, что своё оставляли, а одевали более новейшую одежду и уходили. Через неделю, через месяц, некоторые через несколько месяцев приезжают и обнаруживают факт проникновения и хищения имущества. Следы, получается, исчезают уже, и найти злоумышленников уже не представляется возможным. Сучасные технологии позволяют по доступной цене обсталевать участки с родками безопасности. Видеокамеры, сигнализация с использованием каналов радио и GSM, светлодиодные электры с датчиками руху и многое іншее. Принциповый момент один – жадание самого господа оборонить домик у вёсцы. Руслан Пролясковский, Сергей Нігеревич, телерадиокомпания «Гомель». У Гомель на скрыжевании проспекта Космонавта и в улице Царакова отбылось серьезное ДТЗ. Водитель автомобиля «Деонексия» неправильно выбрал бесспешную худкость руху и сытыкнулся с грузовиком. От силы удара легковую машину откинуло на автомобили, який шел по соседней полосе. 39-ти годовый водитель «Деонексия» загинул на месте здарения. Потерпел их больше нема. Остатние удельники дорожно-транспортного здарения обышлись от техничными травмами автомобилев. Подробязности инциденту будут свядомы после проведенных экспертиз. Проверка, все какие-то экспертизы судебная и техническая для установления полных причин совершения дорожно-транспортного происшествия, в которых водитель погиб. Да и планую усмацнить контроль за выконанием правилов дорожного руху. До 22 листопада под особливой увагой будут обгоны и выезды на полосу сустречного руху. Супрацовники ДАИ будут використовывать фото- и видеофексаторы правопорушения. В каждом втором дорожно-транспортном происшествии по причине нарушения правил обгона погибает человек. Это говорит о том, что такое нарушение несет в себе очень большую опасность. С початку года выявлено амаль 3000 подобных порушений, а их 12 – с 8-мяротным заходом. ДАИ нагадывает, за порушение правилов обгону и выезду на полосу сустречного руху продугледжена администрационная отказность в выгляде позбавления правов термином до одного года. Катерина Сапельникова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Новинная регионная информация о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шабукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова